Прежде чем товар дойдет до потребителей, необходимо в обязательном порядке подтвердить его безопасность. Таким исследованием с сегодняшнего дня будут подвергаться не только все импортируемые на нашу территорию пищевые товары и сырье, но и продукция, произведенная на территории Ульяновской области. Таким стратегическим заявлением начал совещание в Центре ветеринарии губернатор области Сергей Морозов. Теперь в регионе на базе Симбирского центра ветеринарной медицины создан лабораторный комплекс, оборудованный современными технологиями для обнаружения генно-модифицированных организмов в пище. Высокотехнологичное оборудование позволит более эффективно контролировать вопрос продовольственной безопасности. Как заявил глава региона, недобросовестные предприниматели будут нести строжайшую ответственность за производство некачественной продукции. В связи с этим есть настойчивая потребность, мы это видим, слышим, в том числе и от профессионалов, и от простых обывателей, что нужно сильнее наказывать тех, кто позволяет себе производить некачественные или заранее фальсифицированные продукты, в том числе и продавать такие продукты. И уж тем более, если данные нарушения становятся систематическими. В таких случаях считал бы правильным и справедливым, наряду с наложением штрафа на нерадивого подпроизводителя, еще и приостанавливать деятельность на определенное количество времени. А при повторных нарушениях применять суровые меры уголовной ответственности. Безопасность продуктов питания вызывает особое беспокойство. Мы отказались от ГОСТов и не сделали четких тех регламентов. По сути, на сегодняшний день нет стандарта, который бы четко регламентировал качество продуктов на продовольственном рынке. То есть у нас практически все, что не произвел, все качественное, потому что нет стандартов государственных. Чтобы обезопасить продовольственный рынок от некачественных продуктов, в Ульяновской области действует комплекс мер по защите потребителей. Утвержден региональный закон по поддержке производителей органических продуктов. Разрабатывается законопроект, направленный на повышение качества социального питания. Реализуется план проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга безопасности и качества пищевых продуктов. Действует проект «Марка качества Ульяновской области». Но эта законодательная защита не всегда срабатывает. Много-то за это время не изменилось. Порядка 50-60% сейчас на полке фальсифицированного молока. То есть если мы вот вместе сейчас соберемся, пойдем, возьмем в любой пятерке плюс или в переберезке, принесем сюда в лабораторию, и мы увидим там растительную жилу. И все здесь присутствующие службы в этом убедились, что мы едим. Какие пути решения? Первый, у нас есть закон о производственной безопасности. Он когда-то был принят в 2008 году, мы у него уносили изменения. В 2013 году, но изменения не касались качества продуктов. Я думаю, что нам нужно внимательно посмотреть вместе, конечно, с законодательным собранием, что мы можем еще чем, какими мерами дополнить наш региональный закон, какие у нас есть возможности, там, конечно, больше нужно поработать юристом. Как касается этого закона, давайте сразу решим, чтобы уж больше не возвращаться. Курисия инициатива внести изменения в действующий закон о продовольственной безопасности, я предлагаю создать рабочую группу. Вот даже может быть ту, которая здесь присутствует. Чтобы вы возглавили эту рабочую группу, и мы внесем, каждый возьмет этот законопроект, прочитает, исходя из уже ошибок, которые у нас были, как вы говорите, будут, что дальше, внесем конкретные корректировки. Мы должны сформировать грамотные законодательные инициативы для внесения изменений в федеральный законодательство. Иначе мы не поймать, не наказать. И те... Та система наказания, которая сейчас, ну, просто смеются уже на них. Ну, хорошо, и было ее лицо вот на Пензенском фальсификаторе, сколько мы уже это видели, проходили. Меняются документы, меняется название, производство остается на одном и том же месте. И как было в пачке растительное масло вместо животного, так оно до сих пор продается по всей стране. В Самарской области все то же самое. То есть это все видно в сетях, поэтому здесь какие-то кардинальные меры нужны. Или ответственности учредителей этих юридических лиц. Тут нужно тоже думать, и достаточно непросто. Пока не будет уголовной ответственности, у нас все-таки, в России все-таки любят кнут. Любят кнут. Любят кнут. Пока, значит, это будет не апробировано, пока это не будет показательно по всей стране, значит, мы от этого безобразия не уйдем. Даже в нашей области не будем говорить, а то тут уже говорят, что реклама или антиреклама. Что за безобразие? Сегодня невозможно купить массу сливочного. Никто не может сегодня предсказать наступление шоковых явлений производства и поставок пищевой продукции с содержанием ГМО на рынок Ульяновской области. Однако, можно составить достаточно полный список таких событий. Тема ГМО гуляет уже давно, и не только гуляет, она уже давно и присутствует на территории Российской Федерации. Мы уже не понимаем, как бы подсолнечник 7, ГМО или сортовой. Но если оборудование появилось, я думаю, что мы быстро разберемся, что есть у кого, что нам сингент сюда приводит, что пионер, а что есть на самом деле. Потому что и тема ГМО на сегодня тоже тема важная. На самом деле до конца не изучена, и мы еще не знаем, что будет дальше. Но можем предполагать, первое, что мы потеряем, это родительские формы растений. С чем столкнулись американцы? Они уже не понимают, где раб с ГМО, где не ГМО, все уже перепылилось. То же самое, мы потеряем пшенизм, мы потеряем кукурузу. Раньше мы можем не получить ни то, что урожай, мы можем ничего не получить. Дальше мы потеряем родительские формы животных, а потом родительские формы человека. Вот и все. И все это закончится. Конечно, мы, может быть, это не увидим, но ответственность сейчас лежит на нас. Угроза очевидна. Идет война на выживание. Сергей Морозов жестко выступил за ограничение поставок пищевой продукции с содержанием ГМО на рынок Ульяновской области. Зеленый свет – натуральным продуктом. И если мы сейчас не покажем зубы, если мы сейчас не проявим принципиальность, то завтра, по большому счету, поздно пить боржовик. Уже все, так сказать, почки отвалятся. Наверняка будут такие предложения со стороны производителей. Не надо покупаться ни на какие там их обещания, не надо покупаться ни на какие, так сказать, там сертификаты, все это объяснение о том, что это способствует, так скажем, там здоровью, там росту, значит, там вовоз на голове, там или еще чему. Не надо. Мы это проходили. Все должны понимать, что переход на ГМО может коренным образом подорвать существующую систему ведения сельского хозяйства. Причем в любом из ваших районов, и даже что я не замечусь, как это произойдет. Все это может свести на нет все наши многолетние усилия по восстановлению системы производства натуральной продукции. Я думаю, что мы должны также выработать общую позицию, что мы не можем допустить даже минимальных потенциальных рисков, пропуская продукцию с ГМО на наш рынок. Сидеть на игле ГМО Ульяновская область не будет. Проблему продовольственной безопасности и меры защиты от недобросовестных производителей и продавцов обсудили на площадке круглого стола в региональном парламенте. К примеру, система контроля за содержанием ГМО и качеством продовольствия при наличии существующих контрольных органов малоэффективна. В результате у семи нянек дитя без глазу. У нас сегодня на один килограмм продукции, в которой вырабатывается три надзора. Два федеральных и один региональный. Работает Роспотребнадзор, работает Роспотребнадзор и работает ветеринарная служба Ульяновской области. Что у нас получается в природе? То есть сегодня продукции животного происхождения, которые идет в корову, молоко и мясо, идет в ветеринарные службы. А что выходит, что выработано после молочных заводов, то у нас переходит автоматом по нашему законодательству Роспотребнадзор. Не встречаемся, не видим. Получается такое понимание, что масло идет у нас с даза, а не от коровы с молока. А сегодня любая продукция колбасы, она делается по каким-то сказочным, а она не получается от того, что она должна происходить от скотины. Как вот уж свинья и коровы. Вот когда мы, вот эта централизация была бы у нас, вот это вот общее понимание, и как у нас работает сегодня Европа, от стойлых столов. Когда будет у нас единый началь, и все в надзоре будут знать, что молоко должно получаться от коровы, а мясо от животных, возможно, в этом у нас будет, есть такая поговорка, у 10 нянек дитя всегда без глаз. В этом понимании, я считаю, нужно нам отработать. В октябре месяце у нас в правительстве было заседание, обратилось к нам Министерство регионального развития, правительство. Мы проводили совещание, и было единодушно принято их мнение о том, чтобы ряд полномочий с федерального уровня были переданы на региональный уровень. Не менее острая проблема отсутствия серьезной ответственности за фальсификат. Штрафные санкции за производство некачественного продукта мизерные, от 300 до 500 рублей. Понятно, что когда у торговой сети миллиарды и десятки миллиардов рублей оборот, для нее эти штрафы – ничто. Проблема крайне острая, и это напрямую связано с вопросами демографических ситуаций в регионе. Почему? Потому как, от чего зависит демография, от чего зависит наше здоровье. Первое – от того, каким воздухом мы дышим. Второе – от той воды, которую мы пьем. Третье – от той пищи, которую мы с вами едим. Соответственно, вы слышали в предыдущем докладе, какое влияние банальное паёвное масло, допустим, оказывает на организм человека. И любое отклонение от стандартов питания, соответственно, может приводить к тому, что при системном употреблении, соответственно, человек постепенно начинает болеть. Отсюда мы имеем результат. Отсюда мы имеем результат смертности в регионе, отсюда мы имеем результат патологии, в том числе новорожденных, имеем результат сопутствующих заболеваний у беременных женщин во время беременности, и анемия, и заболевания почек. То есть всё выходит окно из-другого. Есть и наши проблемы, мы тоже об этом говорили. Вот неоднократно поэтому мы, собственно говоря, и собираем сейчас ответственных производителей в некую ассоциацию для того, чтобы можно было бы уже некие региональные стандарты принять. Чтобы мы понимали, что у нас не должно быть там 60 рублей на питание ребёнка четырёхразовое в принципе дало, потому что на эти деньги качественным продуктом накормить нельзя. Да, но мы при формировании бюджета учреждений зачастую к этому подходим, и, соответственно, исходя из таких цифр работаем. А дальше у нас всегда найдётся поставщик, который нам и на 60 поставит 30 рублей, и на 30 рублей нам продуктовый набор предоставит, только там уже будет пальмовое масло по полной программе, да, и молока там в принципе не будет, среди продуктов, которые он поставит. Поэтому, конечно, мы должны чётко отслеживать, и федеральные наши коллеги, в том числе и фракции Единая Россия, государственные думы, действительно по этому пути идут уже преднаправленно, основательно. Террина Яроваев возглавляет комиссию, которая сейчас разрабатывает законодательную инициативу о возобновлении внезапных проверок. Участники дискуссии поддержали предложение законодателей инициировать законодательную инициативу в Государственную Думу об ужесточении мер ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания, вплоть до уголовной ответственности.